Друзья, привет! Юрий Архипенков, YouTube-канал Мебельный Бизнес в Квадрате. Сегодня приехал в город Орел для того, чтобы снять очередную серию своего фильма «Один день с мебельщиком». Краткая предыстория о том человеке, о ком буду сегодня снимать фильм. Три года назад у этого мебельщика был минус 2,5 миллиона рублей. Долги, отсутствие заказов, ну, все типичные проблемы, которые бывают у нашей братьи, если вдруг бизнес не заладился или пошел как-то не так. И вот в течение этих трех лет я наблюдал, как наш герой быстро, динамично, как ракета с точки минус 2,5 миллиона, вырос до оборота 6 миллионов в месяц. И сегодня я представляю вам человека, который ассоциируется у меня со словом «Победа». Евгений Алфимов. Жень, ну что, походим по городу, поснимаем какие-то кадры, заедем к тебе в шоу-рум, потом поедем в деревню, к родителям. На пасеку. На пасеку, посмотрим какой. А, еще в бильярдну заедем. В бильярдну заедем, в кальян, в сауну, в стриптиз, все это будет. Не обязательно только попадет в кадр, конечно. Хочу поговорить с родителями Жени, что они скажут о своем сыне. Мне всегда интересно вот это вот, получать обратную связь от родителей, которые видели вот этот путь. Хочу посмотреть, поскольку близко мне самому, каким пасечником может быть мебельщиком, и каким мебельщиком может быть пасечник. Жень, ты готов? Потому что ты сам такой же пасечник. Я сам такой же, 6600 в месяц. Пасечник. И тоже был минус, и пришел к этому. Ну что, ты готов? Готов. Погнали. Приехали мы к Жене в шоурум. Я уже здесь проинспектировал, посмотрел все. Прям по вкусу мне Женя подходит, очень нравится. У него такая интересная цветовая гамма. Потом, обратите внимание, сочетание цветов на его логотипе. Реально сейчас обратите внимание, потому что потом это станет историей, и вы будете говорить, да, я когда-то это видел. Сочетание цвета, черный, красный, белый. Он присутствует здесь в подаче в различных интерьерных решениях. Но, что самое главное, первое, на что я обратил внимание, это вот такие сочные, насыщенные цвета. Сейчас я позадаю Жене вопрос вообще про шоурум, как он образовался, когда появилась идея открыть шоурум. Но первое, что хочу спросить, Жень, а ты сам все проектируешь, вот эти вот решения свои, которые в шоуруме, которые кухни ставите заказчикам. То есть, твои идеи, или все-таки у тебя работают специалисты, и ты просто вот как бы одобряешь или не одобряешь? По-разному бывает. Конечно же, в большей степени это дизайнеры наши девчонки. Они непосредственно работают сейчас с клиентами. Бывает такое, что даже ты не знаешь, какую кухню поставили, они звонят, Евгений, кухня сдана, торт пеки, езжай. Ты приезжаешь, ты смотришь, удивляешься, ничего себе как бы кухни делать. Красивая кухня, да. Давай сейчас девчонку, чтобы приятно было в кадре, скажем. Они профессионалы у тебя, да? Да, девчонки-профессионалы, и мы продолжаем учиться каждый раз. Мы проходим какие-то тренинги по продажам, по дизайну. Якобы за этим смотрю, слежу. Часто проводим руку на пульте, да? Да, проводим даже планерки такие обучающие постоянно. Жень, как пришел к идее? У тебя всегда был шоурум, вот прям, когда ты начал мебельный бизнес, сразу был у тебя шоурум, магазин или что-то? Ну смотри, я аж давно мебелью занимался, у меня были взлеты, были падения большие. Всегда, как правило, какое-то место шоурум был. В пике, в одном, допустим, у нас было и 4, и 5 шоурумов, мы доходили, но потом провалились. Сейчас, когда я заново, может сказать, начал в эту мебельную деятельность, возродился, да, по-другому, я сразу начал с шоурума, он был немножко в другой форме, попроще. Ты тогда нам рекомендовал, как бы, сильно не париться. Но мы растем, развиваемся, и, конечно же, хочется, чтобы клиент приходил, ему было удобно не только там образцы посмотреть, кухни решения готовые, но и, в целом, атмосферно ему, как бы, приятно было находиться. Ну и нам, соответственно, тоже, конечно же. И ты считаешь, что шоурум – это некий такой показатель статуса все-таки сейчас уже? Сейчас? Конечно, да, конечно, сейчас, да. То есть, конечно, мы умеем продавать и без шоурума, в особенности, если это как-то удаленный город, то замерщик едет уже сразу в этот город, уже с договором, уже с каким-то проектом, и бывает, что к нам клиент не приезжает. Ну, как правило, конечно же, у нас от Варлеймена клиентов приглашаем сюда, и здесь уже все их встречаем. В чем для тебя разница магазина мебельного и шоурума? Потому что некоторые в этом различия не видят. То есть, ну, и там мебель, и здесь мебель. Ну, это принципиально большая разница. Первое, что приходит на ум, это сразу, ну, какая-то стандартная мебель. Магазин – это, то есть, ты пришел, свитрину, можешь сразу купить диван там или кухню. Ну, вот, а шоурумы – это ты, когда в шоуруме тебе предлагается какое-то решение под тебя, под твои запросы, под твои вкусы, под твой карман, в конце концов, то есть, подо все. То есть, это как вот база, где есть материалы, где есть различные решения. Должно ли быть в шоуруме обязательно много образцов мебели, да? Или же просто есть такой формат, где в шоуруме даже нет ни одного живого образца кухни или шкафа-купе. Просто есть, скажем, атмосфера, есть место, где посидеть с клиентами, тот же чай, кофе. Есть много-много-много различных образцов материалов и все. Вот баланс, который ты считаешь оптимальным, это что? Я считаю, что в первую очередь в шоуруме или в салоне, ну, даже в том же магазине, у кого мебельный магазин, я ничего против не имею, должно быть атмосферно и уютно. То есть, сперва должно быть уютно. Чисто технически, то есть, конечно же, клиенту мы должны предложить решения различные. И у нас, мы представили в нашем шоуруме всякие подъемные механизмы, выдвижные. То есть, все, с чем мы работаем, что мы ему можем показать. Он может подойти, сам пощупать, посмотреть. Если можно это все уместить на одной кухне, то, пожалуйста, можно и одной кухни будет достаточно. У меня был такой опыт, как ты говорил, что есть шоурумы вообще без образца. У меня такое было. Работали и так же продавали, и все нормально. Ну, конечно же, я считаю, что оптимальный вариант, что там 2-3 кухни, ну, там, до 5 кухонь. Потому что нет смысла ставить там 10 кухонь, там, 15 кухонь. Многие еще такие понятия такое, что вот, как поставишь на выставку кухню, то такую, якобы, будут тебе покупать. Ну, вот наша практика показывает, что это не всегда так. Но я просто часто это слышу и знаю. Не всегда так. Часто наши клиенты, многие наши клиенты работают с дизайнерами уже. Они уже приходят с готовыми решениями. Да, то есть, кто-то увидел где-то картинку или вот какую-то своего знакомого, или у нас, допустим, увидим нашу работу. Для чего нужны вот эти все механизмы, да? Потому что, ну, это вот игрушка, к которой клиент приходит, и он и должен ее просто потестировать руками, да? Потрогай, как она открывается. Это магазин игрушек для взрослых людей, да? И даже несмотря на то, что сейчас многие клиенты стали уже образованными, и у них это не первая кухня, да? Как некоторые ошибки делают. Начинают там впаривать клиентам своим, рассказывать, посмотрите, посмотрите. Человек стоит, говорит, это у меня уже 6-я кухня. Конечно же. Рассказываешь. Ему не нужно рассказывать про фурнитуру, про ее действие. Ему просто нужно дать поиграть, посмотреть вот эта плавность хода, качество отделки. Образцы пощупать, посмотреть. Образцы пощупать, да. Все такие, да. Ручками, ручками, ручками клиент потрогал, пооткрывал. То есть клиент, когда поигрался вот в эти вот во взрослые игрушки, да, он переходит от рационального мышления к эмоциональному. То есть он пришел сюда, с чем к тебе приходят люди? Они приходят с какой-то болью со своей. С возражениями. Бывают с возражениями. В том числе. То есть дорого, надо еще где-то посмотреть, сравнить с кем-то. Конечно, по-разному, да. Он может прийти с болью, что ему, допустим, не может найти какого-то себе хорошего поставщика своей кухни, да. Он не может, допустим, выбрать себе какой-то проект. А здесь он пришел, поигрался. Что происходит, да, когда ребенок играет в игрушки? Что происходит? Он забывает о капризах, он забывает об обидах, он забывает обо всем. Он уже представляет, что это его игрушка. Да, что это его кухня, он хочет себе такую. И вот на кончиках пальцев он уже кухню к себе домой уносит. Останется только его посадить за стол переговоров, нарисовать проект, заключить договор. Жень, как родился логотип твой? Расскажи, пожалуйста. Алфимов кухня и шкафы купе. Ты как вообще раньше назывался? Давай так, до Алфимов что было? Много названий было. Матерных не было, скажи? Нет. Ну, какие были смыслы? Ну, у меня фамилия Алфимов, первый салон. Первый салон, фамилия Ададеевича. Нет, фамилия Алфимов, первый салон был еще в 2011 году. Логично было назвать Альфа-Мебель, потому что Алфимов. Но потом Альфа-Мебель много развелось. В каждой области есть Альфа-Мебель, причем это разные все компании. Вот, потом у меня был магазин большой, именно не шурум, а магазин большой, где мы продавали диваны. Он назывался «Богатырь». Ну, это понятно, почему? Ну, и разные названия были. Амбиции, амбиции, понятно. Вот. Раньше было как-то, не знаю… Не придавало значения названия, да? Не придавало значения, да. Салон, да, салон раньше как вообще работали. В 2011 году я открыл свой первый салон, поставил стол, дизайнер посадил, рядом с ним сел. И мы сидели, ждали, когда кто-то зайдет. И вывеска «Мебель» или «Мебель» или «Мебель»? «Мебель» от «Евгения». «Мебель» была, да. Это еще был павильончик на рынке, знаешь, на рынках были еще. И вот сидишь, день просидишь, эх, никого не было в продаже. Конкуренция. И потом, когда мы уже учились у тебя в тренинге, проходили, было одно задание – разработать свой логотип. Ты дал конкретное задание, логотип должен быть таким, как… «Алфимов». Как «Алфимов», да. И вся группа сделала логотип «Алфимов». Ну, ты выбрал самый лучший и взял тебе, да? Я понял. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, что главное в мебельном бизнесе – продажи или производство? Что в приоритете? Ну, продажи, конечно же, ты нас этому учил, и теперь мы это сами понимаем, мы знаем, что продажи – это продажи. Я часто на планерках говорю, и когда с продавцами с вами работаю, что если нет потока денег в компанию, то компания потихонечку будет… То есть продажи – это первое очередное, первое очередное продажи. И я так и поступил, когда вот начал, как ты говоришь, путь возрождения, я именно начал с продаж. Я их выстроил, а потом уже, конечно же, там где-то что-то там нужно было дорабатывать. Рекомендую вам, если в процессе просмотра видео появляются какие-то вопросы, сразу пишите их в комментариях, потому что Женя сам будет их читать, и он на них ответит. Возможно, я не все вопросы, которые интересны вам, смогу сегодня задать Жене. Женя открытый человек, он ничего не скрывает, поэтому можете… Мне нравится один американский предприниматель, который делает на Ютубе обзоры разных интересных личностей. Он говорит, Женя, сегодня ты будешь моим наставником, учи нас. Вот, давайте сегодня поучимся у Жени его опыту, его ошибкам, его выводам и те рекомендации, которые он нам дает. С уверенностью гарантирую вам, что они сработают, потому что я Женю знаю не первый день, не первый год, знаю, как он рос, шел по этому пути, принимал решения и как они срабатывали. Поэтому его слова принимайте за чистую монету, мы пошли дальше. Мне интересно светить такую твою сторону предпринимательской жизни, в которой ты семьянин, сын, муж, отец своих детей. И тот человек, который выполнил программу «Минимум по жизни», ты построил дом, посадил деревья у себя в саду, вырастил детей. И вот сегодня мы приехали к тебе на участок, где ты построил дом. Я хочу спросить тебя, как у тебя получилось, на каком это этапе было. То есть я знаю, что у тебя были периоды в жизни, когда очень-не очень, денег не хватало, бизнес стоял на паузе. Как это произошло? Дом, как и для многих, это мечта. Конечно же, хочется, чтобы мечта осуществилась. И в определенный момент я начал строить дом с нуля. То есть я сам его спроектировал, нарисовал его в автокаде, расчертил и начал строить. Но потом, когда провалился в бизнесе, его пришлось поставить на паузу в стройку. Потом уже коробка была готова, крыша была покрыта, но не было отделки. И он какое-то время постоял вот в таком состоянии. И буквально в том году, в августе месяце, мы с родителями встречаемся на доме. Мы что-то там делали, не помню, обедаем. Я говорю, мам, мы вот в декабре будем встречать Новый год уже в доме. И чтобы вы понимали, там в доме было вообще все пусто. То есть стены не было, ни пола, вообще ничего не было. Никакой отделки, да? Никакой отделки, ничего. И вот к чему это хочу сказать, что самое главное для нас это цель. Когда мы ставим цель, нам понятен маршрут, мы понимаем, куда нам идти. И вот почему-то так складываются события, что эти цели выполняются. И получается, что это время что-то осуществляется, не было ни отопления, да, мало отопления, даже газа не было подведено в дом. Получилось так, что действительно мы первого числа родителям приехали, первого января мы поехали и уже встречали Новый год в доме, первого января. То есть это подтверждает еще раз то, что когда мы ставим себе конкретные цели, и именно не то, а цель, которая нас вдохновляет. Вдохновляет, мотивирует и заставляет что-то делать, то ты идешь в бой, идешь на пролом и достигаешь этих целей. А расскажи пару слов про свою доску визуализации. Многие могут не понять, подумаешь, что для какой-нибудь там... Для тех, кто понимает. Доска визуализации. История очень короткая. У Юры прохожу тренинг, он дает задание, допустим, там как раз был Новый год на Куте, я уже точно не помню. Он говорит, что, ребята, вам в тренинге нужно сделать доску визуализации. Доску мечты. Доску мечты. Думаю, господи, что это такое, что за бред, какая-то мечта. Я взрослый дядя, я там какие-то картинки вырезать, клеить, ну что за бред. Юра дает дедлайн и говорит, что так и так, если кто-нибудь сделает, я вас с тренингами выгоняю. Я в магазин, покупаю там пару журналов, ватман, ну и так, чтобы на отвали. Думаю, сделаю там доску, как бы, да, там нарезал там квартиру, наклеил там машину, наклеил. Ты расскажи, что там было и что сбылось из твоей этой мечты. Ну смотри, тогда мне хотелось, как и всем ребятам хочется машину, всегда хочется машин лучше. Машина была, мы жили тогда на съемной квартире, то есть была стройка заморожена, мы жили на съемной квартире. И хотелось, конечно, квартиру свою тоже, вот, квартира, макбук, я точно помню, был нарисован новый офис, салон, обучение, какие-то друзья, вот такие вот, как бы, тусовки. Кстати, потом я поехал на тусовку, да, и вот бильярд, там, да, там у меня был кубок нарисован бильярдный. Я, как бы, все это нарезал, то есть, действительно, о чем мне хотелось, то, что меня вдохновляло, то, что мне нравилось. Отчитался. Я это наклеил, отчитался и забыл. И вот это был конец года, начало следующего года. И получилось так, что я год начался, я в марте купил машину, в августе купил квартиру, где-то там в сентябре, в октябре купил макбук себе первый там. И когда я случайно нашел карту, ты посмотрел. Говорят, переезжали вроде, да, ты достал. Да, мы переезжали в квартиру, я ее достал, я ахнул. Ее видела мама моя, она такая немножко с юмором отнеслась к этой доске и пошутила. Но потом они, когда приехали к нам в гости, на 1 января, год прошел в новую квартиру, мы открыли с ней этот ватман и говорю, мам, смотри. Это реально чудо, ну, на самом деле это не чудо. Давай, кстати, сейчас об этом, да, чтобы вот кто-то смотрит сейчас и думает, ладно, ребята, сейчас все, да. Вот Юра, вот хороводы наводил, вот опять эти доски визуализации придумали. Ну, что, каждый сейчас может нарисовать эту доску и все случится или как? Или как это работает, расскажи, давай. Мое мнение, я считаю, что ты просто фокусируешь свой мозг. Ну, по сути, цель, да, желательно повесить перед собой. Ты утром встаешь, идешь, смотришь, машина твоя, которая тебе мечта, твоя квартира. И у тебя все события, все складываются так, что они способствуют, ну, воплощению твоей мечты. Вот так вот получается, и ты сфокусирован на этом. То есть, какое-то русло устраивается в цели, да, но при всем при этом нужно активно работать. Конечно, если ты наклеил картинки и сел, и видишь, ну, понятное дело, что винта. Да, ты просто работаешь, ты сфокусирован, тебя это мотивирует. Мозг у тебя идет четко уже куда-то, да, к воплощению. То есть, ты, условно говоря, вот этим фактом задекларировал со своим мозгом определенные задачи, которые мозг начал, наверное, в каком-то автомате. Я не знаю, как это происходит, ребята. Мы сейчас вообще не про мистику говорим, мы про то, что вот у Жени это сработало, еще у нескольких моих учеников сработало. Я не призываю вас рисовать доски, я призываю вас фокусироваться на своих целях, задачах, и вы видите, да. Мы можем немножко по цифрам сейчас поговорить? Да, конечно. Вот ты, когда вот все у тебя было заморожено, вся эта ситуация, у тебя как бизнес, да долг какой-то был? Было минус два с половиной, чтобы закрыть какие-то там... И в этот момент у тебя дом заморожен был, да? Конечно, да, он был заморожен, чтобы было какие-то свои обязательства выполнить, нужно было продать машину, другую, то есть, ну... Нужно было ты ее продать. Да, да, нужно было, да, я ее продал. Ну, я сел на «Газель» после «Намарки», два года ездил на «Газели», как бы, и было такие случаи, когда я рассказывал, что мне стыдно было приезжать на замер какой-нибудь элитной кухни, там, да, мне приходилось «Газели» составлять соседям там в квартале и пешком идти. Наши действия и учеба, мы учились, мы развивались. Спасибо большое тебе, конечно же, потому что я сколько у тебя тренингов прошел, я уже не знаю. Я не то, чтобы прохожу эти тренинги, вот тоже ребятам хочу сказать, потому что вот как будто бы не запоминаю. Да, 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 некоторые говорят, а что ты пошел еще в тренинг, что-то вот пустой был. Ты же уже, да, научился же всему, зачем тебе еще? Максимум какого ты достиг оборота? Шесть. 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 Минус два было, минус два с половиной было, до шести ты дошел. Ну, то есть, ребята, можем представить, да, даже по самым скромным подсчетам при обороте шесть мы понимаем, сколько Женя зарабатывает чистыми денегами. Мы сейчас все чаще стараемся уходить от разговоров, от оборотов, потому что с оборотными отчетами очень много иллюзий, да. Кто-то делает оборот шесть и в долгах, да, кто-то делает оборот три с половиной и нормально все. Знаешь, что я хочу сейчас? Давай мы познакомим ребят с твоей мамой, потому что я считаю, что мама это как раз тот человек, который, наверное, во-первых, дал тебе жизнь. Я так думаю, что очень сильно поучаствовал в твоем становлении. Конечно, конечно, мама это наше все. Моя мама Тамара Алексеевна, это тот человек, который с детства не только меня воспитывал, был рядом, всегда подсказывал и поддерживал. Причем, вот есть такая особенность у моей мамы, что она всегда была на моей стороне. То есть, в каких бы ситуациях и не был, там в школе двойку получил, еще что-нибудь, мама всегда была на моей стороне. Я считаю, что так и должно быть, этим и проявляется именно любого родителя к своим детям. Также вот я уже, будучи взрослой жизни, всегда пользуюсь мамином советом, который она мне заложила еще с детства. Раз у тебя бардак, независимо, где бардак, в бизнесе бардак, на работе, в отношениях, мама всегда говорила, Женя, разложи все по полочкам, то есть вот возьми полочку, ага, и наведи мне порядок, допустим. Просто проблему разложи по полочкам и наводи в шкафу в этом порядке. Не знаю, откуда я знала, что я буду мебельщиком, про шкаф говорила. Ну, вот так. Я, конечно же, маме всегда благодарен за ее поддержку, за ее оптимизм. Она вот мне и привила, что в жизни нужно видеть в мелочах только радости, то есть и целеустремленным быть, и идти только вперед, никогда не задаваться. Вот такая мне мама, ребята. Кстати, друзья, вчера мы отмечали день рождения Жени, у нас так получилось, что мы объединили день рождения Жени и съемки фильма «Один день с мебельщиком». Поэтому нам уже удалось достаточно много поговорить, мы прям очень сблизились, да, с мамой. Конечно, Юрочка, это умница, таких людей мало. И поэтому мне хочется сегодня... Какое счастье, что ты приехал. Пару вопросов спросить про Женю, вот прям он сейчас сидит, не уходит. И вот три самых главных качества Жени, на ваш взгляд, как мамы. Доброта, чувство ответственности, целеустремленность. Целеустремленность. Все это только для успеха в бизнесе или эти качества ему по жизни помогают? Это настолько у него все идет рядом с ним с детства. Он настолько послушный и внимательный ребенок, что в детском садике, что в дошкольном возрасте, в школе, в институте. А сейчас взрослый. Это вот счастье мамы на. Во всем он нам дом построил, переселил нас из сельской местности, кухонный гарнитур маме подарил на день рождения. Это настолько все здорово. Мы как будто в сказку попали. Батя что он подарил? Батя подарил машину. А сейчас я немножечко попытаюсь перевернуть ракурс. Обычно в таких интервью он хороший, он такой хороший, он такой положительный, он так позитивный. И людям станет неинтересно смотреть. Идеальных не бывает, идеальных не любят. Бывало ли у Женьки что-нибудь такое в молодости, в детстве, где он чудил, проявлял себя немножко как хулиган, где вы как мама там, Женя, так нельзя, Женя, пойдешь. Да что же он, он же не робот, он ребенок всесторонне развитый был, и ему все интересно. Интересно, он мог с балкона банки бросить с братиком. У нас еще один сын есть. Ну то есть такой, как и все, Женька, и хулиганил тоже. Могли на люстре один флакон оставить. Для полноты картины полезно знать, что он не прямо такой с детства родился, Женя, идеальный, по жизни шел, всегда маму радовал, везде пятерки получал, красные дипломы. И вот он сидит сейчас такой молодец. Просто почему задал этот вопрос? Потому что знаю, что очень много успешных людей, которые сейчас достигли успеха, в разном его понимании, все равно когда-то совершали ошибки, у них были падения. Бывает так, что вот эта идеальность героя, она, скажем так, демотивирует тех людей, которые находятся на начальном пути. Ой, мне нереально, я не такой хороший, я не такой добрый, я не такой ответственный, у меня ничего не получится. Так вот перед вами сидит человек, у которого по разговорам, по личным, по интимным, я знаю, всякое бывало в жизни. Хочу сказать большое спасибо, как маме, за то, что вы вырастили такого сына. И очень приятно было приехать к вам в гости, познакомиться со всей семьей Жени. Женя мне говорил, что вы готовились, волновались там почему-то, не знаю. Но на самом деле встреча наша получилась очень такой позитивной. Я многое для себя прям почерпнул в этих отношениях, в этом новом знакомстве. Берите вот рекомендацию Жениной мамы, любите своих детей и обязательно рисуйте доски желаний. Правильно ли считать, что полноценный мебельный бизнес – это обязательно собственное производство, собственный шоу-рум, собственные продажи? Или есть различные форматы? Вот твой формат какой? Ну, мой формат часто отличается от стандартного формата, и многие меня не поймут и не согласятся со мной. Мой формат – это продажи. У меня партнерское производство, мы с партнером работаем уже долгие годы. Мы обсудили с ним все условия, все качества, все вообще возможности и наладили так отношения, что у нас сейчас как бы… Пока вот даже мы выросли в оборотах, и пока я все равно не задумываюсь о собственном производстве. Но это пока, да. Может быть там что-то изменится. И наш партнер тоже растет под наши запросы. Он тоже растет, он тоже развивается. У нас на производстве у партнера все оборудование чпушные, то есть качество соответствующее. Он не только с тобой работает, правильно? Он не только самоработает, правильно? Он такой конкуренции, да, что он работает не с тобой, а еще с кем-то? И вот вы на базе этого, то, что у вас один поставщик конкуренции… Нет, нет, он работает, у нас есть определенные условия, есть сроки. Ну, я, конечно же, являюсь ключевым партнером у него, и поэтому, конечно же, у меня есть какие-то льготы. Я просто помню, ты год назад, наверное, да, мне звонил и спрашивал, то есть, пора ли мне покупать свои станки? хочу помешать и было хочу свои станки готов считаю что готов я тебе так сказал подожди же еще год посмотри вырасти но с позиции вот от того на сколько ты вырастешь задай себе еще раз давай я поясню ребятам которые будут осмотреть что я знаю что по производства я мебельный бизнес начинал мне был цеха у меня был цех и даже было такой период что было два цеха до в разных местах мы хотели таким образом конкуренцию сделать между работниками но услышали одного не сработало вот и этот мебель мебельный цех мы его просто-напросто потом со временем от него отказались то есть по как получилось мне вообще было непонятно как можно работать в мебели и ее саму не делать и был один момент когда вот нужно было строить продажи игрую что нам делать выстраивать продажи ли там цех там как-то до его выздоравливать ты играешь заниматься продажами получилось так что вот мой поставщик он не поставлял дсп я не закупался дсп мы пилили дсп фасады поставляла он перешел на такой формат что начался оказывать такие услуги полный цех не то что он какой-то распиловка какой-то полу это фабрикат готовый продукт то есть я уже своего поставщика забираю конкретно же упакованы в картоне мебель не в каждом городе есть такая возможность не в каждом городе но хочу сказать что кого заинтересует такой достаточно много но в орле конечно же больше нету не понимать заказа занято а так конечно же такой формат и ну пока не сталкиваешься не знаешь и сейчас я знаю очень много ребят и по москве и других крупных городах которые работают и делают такие обороты что наверно крупных городах с этим проблем нет потому что знаешь из-за чего там есть больше больше спрос соответственно появляются такие люди которые готовы взять на себя ответственность за высококачественного скаточное оборудование да и брать просто но они даже другие города возят даже тогда но вот мне было мой личный опыт не было очень тяжело перейти на контрактное производство у меня в голове это не укладывалось как это а если как о том что подпилить потому что я сам лучше сделаю все а если что-то там не так а то есть да непонятно было я просто поступил очень просто я взял и два заказа не закрывая свой цех не закрывайся цеха два заказа да вот какая твоя рекомендация допустим еще слушают ребята которые так же хотят и в городе они знают есть такая возможность но они вот крепкие мебельщики которые вот прям мебельщики мебельщики которые считают что вот производство главное что блин как же так там без танков им сложно переходить на такую модель потому что они как раз боятся что упадет качество упадут сроки упадет ответственность будет много там не разбив какой твой совет я скажу по своему опыту не получите давать рекомендации нужно самое главное понять какая у тебя цель стоит в итоге задача допустим я однажды была цель и стать предпринимателем то есть не заработать денег там да не получать доход а стать предпринимателем это была неправильная цель и допустим я почему-то говорю я знаю что и многие мои знакомы что именно как ты говоришь они вот заядлые цеховики им иной раз не интересует даже доход они просто вот в этом они круто себя чувствовать что у них не этот процесс производства независимо какой-то масштаб большой маленький помада да это большой самообман и чем быстрее тут можно кого-то обмануть на себя сложнее кстати ребят не обижайтесь если кто смотрит именно такого формата на что мне очень часто приходится на сейчас говорю как доктор да то есть я многие болезни знаю и во всякие места залезаю да вот и оттуда еще и достаю мебельщиков из этих мест поэтому я не хочу чтобы вы обижались просто прислушайтесь и задумайтесь иногда проблема бывает именно в том что нужно переходить на следующий уровень и этот уровень ни в коем случае не масштабирование своего производства да бывает еще так что человек считает себя крутым цеховиком но денег у него нету это значит вы не крутой цеховик вам нужно брать что-то другое пытаться как-то либо в продаже сфокусировать да там внимание все силы отдать либо найти партнеров там аутсорсинг либо поставить управляющего то есть самое главное не бояться и борьба запробовать потому что модель где выстрелит потому что как же не говорит да если вы хотите быть цеховиками вы будете всю жизнь цеховиками но это не про деньги есть случаи замечательных примеров когда цеховики фабричники это такие крепкие сильные предприниматели я ни в коем случае не говорю что это плохо там с каждой модель может быть ты сам часто бываешь здесь шоурун работаешь с клиентами или у тебя уже команда сейчас с клиентами не работаю совсем вообще то есть у меня два менеджера у одного менеджера есть помощник то есть получается они троем ведут и якобы с клиентами не работаю но если какой-нибудь может быть вопрос нужно решить или мое участие необходимо последнее последнее время с клиентами встречаемся на это на автографика тортик дарит и часто бывает такое что даже клиент сами звонят евгений но в этом мы уже все это мы готовили приезжайте раз ты мне не приедешь кому-то даже договариваешься так а почему вам это с тортиком не приехали слушай а бывают такие клиенты которые говорят мы хотим чтобы вот прямо с евгений с нами встречался только с евгением как а евгения не будет как же так нет сейчас такого уже нет первое касание производит моя команда вообще и замерщик делает замеры и переписка и звонки если я бываю конечно же тоже общая с клиентами этого правила либо какие-то вот клиенты постоянные долгие знакомые конечно же но я также могу выйти допустим не дай бог там куда там отпуск будет я могу элементарно конечно же предпринимательская фраза также поработать с клиентами и все ему как бы объяснить и сделать и предложить ему крутое решение давай так возьмем просто среди такую скажем так с потолка оборот вот три миллиона допустим оборот онлайн сколько плюсом даст шоурум наличие шоурума но я думаю раза раз пять больше шоурум конечно ну то что клиент будет приходить все равно даже там три миллиона какой-то процент клиентов он хочет прийти посмотреть и мы сразу на когда с клиентами начинаем только общаться мы сразу уже в переписке вообще не продаем то что у нас есть салон то можно прийти мы заключаем договор да и то есть напрямую продаем конечно же но клиент понимает что можно прийти нас можно пощупать грубо говоря посмотреть и выбрать спокойно да прийти там чашечку кофе с нами выпить когда проект делается просто выпить или просто выпить да то есть вот смотри какой клей поэтому я считаю шоурум что сейчас современном мире шоурум обязательно можно конечно если кто-то в вашем городе или вашем окружении что-то начал создавать интересное то что вот прям востребована аудитории ну вы посмотрели что это дает какой-то отклик есть такие мнения не выдумывать велосипед скопировать рабочую модель ключевое слово модель модель можно копировать не нужно копировать внешние показатели то есть не нужно по копировать походку не нужно дарить тортики или букета цветов не нужно копировать цвет логотипа или цвет помещения потому что вы сами того не подозревая нарветесь на то что вы будете как алфимов это вот обычный пример жизни когда ты знакомишь с человеком какой-то компанией нового и если ты видишь что он такой как он есть со своими какими-то плюсами своими даже с минусами с минусами да и ты к нему по-другому относишься и другая ситуация познакомиться с человеком и он из себя кого-то пытается копировать или строить и все по другому отношению поэтому и а наши клиенты это транслируют моментально давай пару советов для тех мебельщиков которые я сейчас только стоят на пути открытия либо мебельной компании то есть ищут ее формат да либо у них уже есть мебельная компания они думают открывать шоурум не открывать шоурум нужно ли это готовы ли стоит ли вкладываться потому что вот это все что здесь у тебя представлено это же все-таки какие-то вложения необратимые в него под невозвратное но можно назвать инвестиции нет подожди инвестиции это мы с тобой понимаем я-то говорю про страхи когда люди еще не знают как эти инвестиции работ смотря с какой-то смотря с какой ступени начинать начинание начинается можно взять и одну кухню я когда там 2011 году открывался на счету мне было кухне по сути я продавал неплохо то есть шоуруму бояться не нужно шоуруму нужен потому что ты можешь привести клиента и продавая но это основная наша задача да это как бы изучал продажи продавая ты себя уверен чувствуешь где-то не где там на диване на коленках у заказчика на кухне там пишет договор там и из пакета целлофанного образца показать до который кстати очень часто непонятно людям что это так который потерлись там уже но сейчас современный мир вам диктуют такие условия ты пришел тебя должны обслужить тебе должны там нависить чайку кофейку показать тебе образцы и видать тебе то зачем ты пришел то есть это как бы уже посредством конечно же мебель сама собой должна быть и качественная и комфортная и долговечная то есть надежная и еще такой совет могу дать по себе опять же знаю что мы часто бывает что-то хотим отложить на потом на завтра да не время особенно того мебельщика у нас очень актуально потому что мы постоянно все каких-то заботах делах и нам некогда даже баром порой бывает подумать какие-то дедлайны помогают нам двигаться вперед поэтому нужно оставить цели к ней идти например приезжает юра в гости и да но я тебе говорю что я допустим ремонт шоурумах она задумывала давно но не было дедлайна какого-то то есть но что продажи идут продажи идут клиенты ходят а бы есть образцы там это все ну такому и работаем но юра приедет такого-то числа ага все мы сделали ремонт поставили это очень быстро все сделали короче ребята ставьте дедлайны себе сами не зовите юру не ждите вот такого дедлайна ставьте себе да это очень важно еще потому что мы почему тут русская натура наша и сейчас предприниматели мы хотим все преимущество низа же же попы на себе испытать мы не хотим поучиться на опыта другого человека допустим там а дай-ка я почувствую а как это там на дне абсурд но так оно и есть же не расскажешь как ты свободное время если она бывает проводишь как-то же должен отдыхать расслабляться бизнеса даже все предприниматели понимаем что постоянно нельзя быть увлеченным в одни процессы связанные да с устраиванием каких-то там схем зарабатыванием денег я же еще помимо всего прочего жизнь обязательно да я считаю что у каждого человека помимо дела своего должно быть еще какое-то хобби увлечением и у меня одним из увлечениям это вот садоводство я посадил очень много деревьев в целом уже сейчас больше сотни платы есть да вот в этом году в этом году ведра закупаем оптом будем складывать подбирать то что яблоки груша нужна будет помощь приезжай будем до осени будем яблоки вырывать ну конечно же ты знаешь что мы да и многие уже знают мои хобби то пасека пчелы собственно недавно мы твою пасеку создали благодаря тебе я осуществил свою давнюю мечту причем не просто увидев тебя что ты тоже пчеловод и решил повторить тебя дает я сам об этом мечтал мне просто не хватало человека который меня наставит на проект мне нужен был на стране как я тебя нашел тысячи кстати готовишь вкусно же мы сегодня попробовали твой плов это просто было что-то необычайно я как бы пробовал из рук разных людей вкусного интересную пищу но то что я попробовал сегодня это было великолепно пчелы мне давно уже первые улики мне помог отец купить когда эти захотел замателла лет семнадцать назад уже нас это семнадцать даже но уже ближе 20 лет назад допустим института мне почему захотелось пчелы у нас никто не занимался не дедушка не бабушка они не папа не мама я сам парня ты в первом поколении куда папа мне купил три улика подарили мне книжку пчеловодства не больше ютюба там мой релакс я там останавливаюсь восстанавливать свое ресурсное состояние отдыхаю а мы с тобой рискнем сходим сейчас на пасеку к тебе пойдем только сперва рекомендую одеть костюм через у тебя не все пчелы такие как у меня безопасно но они меня миролюбивые но малой кинуха настроение сегодня бы дальше костюма пчел еще ни разу фильме не снимались по это да как они себя поведут как они на камеру будет реагировать пошли давай показывай своих тружениц тыла как ты говоришь это твое хобби но я так понимаю ты скрываешь немножко здесь мне кажется ты пчеловодстве тоже обучаешься системе организации бизнеса да возможно рассказывай как все устроено покажи потому что кто-то из мебельщиков который кто сейчас захочу себе хобби то хочет уже отдохнуть прямо и у него есть возможность такая я не буду рассказывать я прям покажу давай покажи снимаем крышу все просто холстик холстик до прополис желательно чуть-чуть сделать такой дымком пчелы уходят от дыма вниз и не сильно вылазит все это магазинные рамки здесь сюда пчелы приносит прям мед уже готовый товарный мед внизу это гнездо там они развиваются растут но у меня пчеловодство так как хобби я не делал на нем какой-то бизнес там больше для души у меня никогда там промышленная пасека просто вот чисто хобби больше приносит удовольствие запечатанными до этого уже запечатанными вот готова рамка уже этот печатный мед уже полностью зрел мед да здесь вот мед но еще пока не запечатанные пчелы живой весом в этой рамке в этой рамке где-то килограмма два чистого два в районе двух килограмм от этой рамки на полу рамка называется когда вот в этой корпусной на ставке сколько 10 грамм 10 грамм в районе 20 килограмм до в районе 20 килограмм с одного корпуса а чему тебя пчелы учат вот мне интересно да я спросил тебя смотри у пчел все очень организовано и у пчел все очень логично у пчел нету допустим там какого-то настроения допустим у них нет такого что от меня сегодня плохой все плохое настроение я не полечу допустим за нектаром допустим да или меня допустим там с кем-то поссорился я там не буду там муле чистить убираться у них такого нет у них есть задачи они выполняют у них есть инстинкты и цели у них всегда цель на развитие не за развивается у них вообще не такого чтобы они бы хоть организация самой семьи и также организация одной семьи то есть у них все организовано есть пчелы которые летают за нектаром есть пчелы которые летают там за пыльцой есть пчелы которые находятся в улей наводит порядок и кормят расплод и все организовано это очень интересная структура и даже есть такое интересное аналоги допустим даже матка пчелины которые откладывают яйца и собственно всех пчел от этого рождаются ее продуктивность 3-4 года после этого ее нужно менять бывает такое даже в нашем мебельном бизнесе что но особенно да это будет у цеховиков больше что ребята монтажные какие-то немножко там зазнаются раз лучше заменить как матку через три года и семья будет развиваться один короткий эпизод из жизни мебельщика который вообще никак не характеризует женю как мебельщика но мне было интересно показать именно вот эту особенность причем пару лет назад когда мы же не там познакомились еще только начали общаться ближе он как-то так с небольшим стеснением сказал мне что у него есть пасека он занимается пчелами я говорю женя почему ты нигде об этом не говоришь почему твои клиенты которые покупают у тебя мебель не знают что у тебя есть пасека и ты занимаешься пчелами какой был эффект когда ты все-таки обнародовал эту историю но я уже тебе рассказывал свое мнение я считаю что человек он должен быть естественно должен быть собой если ты там мебельщик у тебя есть пасека то ты об этом рассказывать здесь нет ничего такого про свое хобби тоже интересно мы же люди все мы же любим посмотреть как а как у него там допустим да как он там а чем за ним а кто он вообще на покупать у робота да 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 покупать чтобы у человека были какие-то жизневые и это может быть да приму да это нормально что есть недостатки что есть какое-то увлечение то есть ты смотришь на человека ты понимаешь о да и такой же там дали что-нибудь короче заводите пасеку и у вас станет больше продаж как вот в твоей жизни бильярд вообще коррелирует с бизнесом ты однажды сказал что благодаря бильярду ты понял какие-то истины на самом деле это еще одно мое хобби любимое с детства однажды когда уже будучи взрослым я решил исполнить свою детскую мечту и записался к тренеру начал тренироваться реально ходить на тренировке и получилось так что были соревнования эти соревнования выиграл я еду довольны с кубком в обнимку и понимаю что как так получилось что я выиграл у тех людей которые давно бильярды которые там профессионалы и так получилось что я выиграл я начал анализировать и понял что благодаря учебе тренировкам у меня появился навык я думаю блин а почему в бизнесе так не делаю и это вообще не думал то есть одну как раньше представление было бизнесе открыл салон не салон по заказу до стол заказывал крыл поставил цех станки и все теперь ты бизнесмен предприниматели но времена изменились и нужно было уже по-другому действовать я начал в интернете искать уже какие-то курсы какие-то знания и может сказать что прям благодаря бильярду я с тобой познакомился хотя мы играем с тобой первый раз я помню как с тобой на турнире много денег просадили благодаря бильярдов ты познакомился со мной тебе больше не оставалось ничего делать как часто играешь в бильярд не часто может быть раз в неделю да не часто а мебелью сливаешь заниматься на этой неделе так мебелью команда занимается моя задача их организовать дать им задание и потом проконтролировать я правильно сейчас так лицо дело даже как будто да даже если не забил вниз попал за надо расстраиваться жена как относится к твоему увлечению бильярд мы сейчас не взяли а это значит всякое может быть алкоголь нехорошие всякие дела жена знает мою любовь к этому виду спорта то есть для нас зависит на спорт не какая-то развлекалка какой просто народе принято дата бильярд пиво там это нет у нас спорт мы ездим турниры на соревнования ну конечно же на любительские вот но она знает но и любовь к нему она очень часто времени проводила со мной бильярдные мы с одной компании она знает жен других бильярдистов когда целая культура такая да у нас в целом целое сообщество 23 момента какие-то из бильярда которые можно использовать бизнесе ну смотри прямо в моем случае это получение новых знаний так это в бизнесе и самое главное я считаю что нужно эти знания полученные ну то есть учиться можно всегда и долго-долго самое главное получено здание сразу прямо реализовывать прошел какой-то тренировку те прошла все ее закрепили пошли уже в игре в игре используем туда прошли там какую-то тренинг у юрия архипенкова все пошли сразу в группу вконтакте открыли написали на постом рассылка и пошло уже вечер да даже прямо сразу то есть там ты уже пока говоришь а я уже настраивает я кстати иногда слышу стук клавиатуры когда ты забываешь включить микрофон бильярд еще помогает очень расчетливо подходить к выбору удара соответственно бизнесе тоже нужно все взвешенного делать решение до принять решение подходить взвешено ну то есть играешь допустим датике соревнования указал шум шару подошел ударил все и ты можешь больше всего не тратил да все ты проиграл бизнесе также нужно очень взвешенная все обдуманно принимать но если ты не ударишь даже взвешено то результат вообще никого не будет поэтому пробовать нужно пробовать нужно рисковать но я считаю что мы предпринимательство часто рискуем поэтому просто вполне привычно такая ребята короткая зарисовка она была сделана специально для того чтобы фильм один день с мебельщиком не становился с таким однообразным чтобы мне разговаривать только про бизнес только про мебель только про какие-то секреты в этом фильме мне хотелось рассказать как раз о том внутреннем мире который присутствует в глубине где-то глубоко у каждого из нас у каждого предпринимателя у каждого мебельщика который напрямую влияет на то какие будут результаты как сложится наша жизнь сегодняшнем фильму вы видите что женина жизнь не только в бизнесе но и вообще личная жизнь она сложилась замечательно за короткий период времени и если кто-то из этого фильма хочет почерпнуть какие-то важные моменты слушайте внимательно каждое слово здесь сказано да она не было ни о какой конкретике что делать какие шаги совершать какие-то алгоритмы мы не выдавали вот именно вот то о чем мы говорили это и влияет прямо напрямую на результат это не мистика это жизнь женя спасибо за то что пригласил спасибо что приехал это был один день хотя по футболке вы видите что я два раза переодевался это был три раза это был один день с мебельщиком евгений алфимов рекомендую обращайтесь задавайте вопросы здесь в комментариях же не на все ответит жень ты поиграешь я поехал давай